Подозревая совращение, житель Александровского района задержан по подозрению в преступлении против несовершеннолетней. По версии следствия, жертвой мужчины стала 14-летняя школьница. Он познакомился с ней в доме своего брата, который сожительствовал с матерью дочке. В феврале этого года подозреваемый склонил несовершеннолетнюю к интимным отношениям. Сейчас мужчина задержан. Выяснилось, что у него нет регистрации на территории Российской Федерации, а также, что он ранее судим. Что касается школьницы, девочка учится в коррекционном интернате, что тоже могло повлиять на развитие ситуации. В Милинковском районе ищут почтальона Елену Назарчук. 5 февраля женщина получила на центральной почте Милинах средства на выдачу пенсий и ушла на свой участок. С тех пор местонахождение женщины неизвестно. Была одета в розовую кортку, клетчатые брюки и шапку черного цвета. На вид 26 лет, невысокого роста, волосы черные. Вместе с ней могут находиться ее близкие, дочь Ника 2010 года рождения и муж Артур Елсуков, 1986 года рождения. Правоохранительные органы просят сообщать любую информацию, разыскиваемую по телефону дежурной части ОМВД России по Милинковскому району. 2-28-10 или 02. Остались без газа из-за экономии. Газовики подвели итоги работы аварийной диспетчерской службы за 2015 год. Результаты неутешительны. За год на треть возросло число аварий по вине жителей. В трубопровод 9 раз попадала вода во время самовольных подключений газового оборудования. Так, в июле из-за самостоятельного подключения жителей без газа пришлось оставить 12 квартир. А потом еще и три многоквартирных дома остались без воды. Газовики напоминают, все материальные затраты по устранению аварии берет на себя собственник жилья. А поэтому самостоятельная установка газопровода может обойтись жителям дороже профессиональной. Судебный пристав мошенничал. Речь идет о 59-летнем начальнике отдела ОСП Везняковского района Александре Болгове. По версии следствия, мужчина вошел в доверие к должнику, которому наложили запрет на распоряжение КАМАЗом. Пристав обещал погасить долги мужчины перед банком, если тот разрешит продать ему машину. В итоге, когда запрет на использование транспортного средства сняли, Болгов вместе с жертвой поехали в Липецкую область, где продали родственникам Болгова машину за 60 тысяч рублей, что ниже ее рыночной стоимости в 5 раз. Вырученные деньги Болгов оставил себе и с банками не расплатился. Сейчас в отношении пристава продолжается расследование.